Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о расширении Regional Promptr. Это расширение позволяет поделить наш промпт на регионы. Причем форму и количество регионов мы можем сдавать очень гибко. И в каждый регион мы можем прописать свой промпт, и Regional Promptr будет очень точно слушаться наших указаний. И возможности Regional Promptr дают очень хороший контроль над сценой. Давайте для начала установим это расширение. Для этого перейдем в Extensions, Available, Load From и в поиске введем Regio. И на самой первой позиции мы видим Regional Promptr. Нажимаем Install, далее переходим на вкладку Install, Apply and Restart UI. Теперь давайте в Extensions найдем наш Regional Promptr, вот он, и перейдем по ссылке на страницу разработчиков. Здесь очень неплохой гайд, по которому можно ознакомиться со всеми функциями Regional Promptr. А функционал здесь достаточно большой. Давайте теперь перейдем на вкладку Text to Image, чтобы сгенерировать наше первое изображение, созданное по регионам. Опустимся вниз и найдем здесь вкладку Regional Promptr. Откроем ее и нажмем Activate, чтобы активировать это расширение. Первая опция, которая нам здесь встречается, это Generation Mode. Здесь нам нужно выбрать Attention, потому что Latent работает некорректно. Base Ratio мы коснемся попозже. И вот этих чекбоксов мы тоже коснемся чуть попозже. Первую вкладку, которую мы разберем, это Matrix. Split Mode это вариант разделения. Сейчас у нас выбран Vertical и мы можем нажать предпросмотр, чтобы посмотреть на какие регионы будет разбиться наше изображение. Нажмем Userize и видим, что у нас три горизонтальных региона. Если выберем Horizontal, то у нас будет три вертикальных региона. Теперь перейдем к опции Divide Ratio. Здесь через запятую мы указываем отношение размера нашего региона к соседним регионам. То есть, допустим, мы хотим три региона. И в этом случае мы должны указать три цифры через запятую. 1, 1, 1 означает, что мы разделим регионы на равные части. Если, допустим, величину первого региона мы введем 2, а последующих 1, 1, это будет означать, что первый регион займет 50% изображения, а остальные регионы по 25. Нажмем Userize и убедимся в этом. Первый регион занимает половину изображения, остальные по 25%. Причем сюда мы можем вводить любые цифры и меньше нуля, и больше нуля, и большие, и маленькие. К примеру, можем ввести так. 0,5 первый регион будет маленький, остальные в два раза больше, чем первый регион. И давайте теперь, для примера, сгенерируем вот такое изображение. Оно у нас будет разделено на три региона. В верхней части у нас будут зеленые волосы, красная блузка и синяя юбка. Давайте посмотрим, как мы это будем делать. Выберем Vertical и зададим три региона. Все регионы у нас будут равные по размеру. Нажмем Userize, чтобы посмотреть, что у нас получается. И у нас получается три равных региона. То, что указано в Templates, здесь ничего писать не надо, это никак ни на что не влияет. Templates лишь является подсказкой для нас. Давайте перейдем к нашему промпту. И здесь мы пишем зеленые волосы. Дальше идет контрольное слово Break. Прямо заглавными буквами оно вот так пишется. Давайте я удалю последующие слова. И смотрите. Слово Break забивает наш промпт до 75 знаков. Теперь ведем Red Blues, красная блузка. И еще раз слово Break. Оно опять же забивает наш промпт еще до 75 знаков. И дальше пишем голубая юбка. Слово Break здесь как бы отсекает регион. То есть мы написали промпт для первого региона, отсекли его. Дальше написали промпт для второго региона и тоже его отсекли. И поскольку после третьего региона у нас нет четвертого региона, то слово Break здесь еще писать не надо. Параметры у нас здесь уже все настроены. И нажмем Generate. В итоге все получилось как мы и планировали. Зеленые волосы. Красная блузка. Синяя юбка. Давайте теперь поменяем синюю юбку на желтые брюки. Нажмем Generate. Как видите, Original Prompt работает замечательно. Он опять же разделил все на три участка, как мы здесь и задавали ему. И теперь вместо синей юбки он нам сделал желтые штаны. Давайте теперь вернемся к флажкам. Use Base Prompt. Это означает, что мы можем задать один базовый промпт с определенным весом для всего нашего изображения. После того как мы щелкнули галочку, нажмем Visualize, чтобы посмотреть что получается. У нас осталось также три региона. Но в templates мы видим у нас появился Add Base. Дополнительная опция. Это означает, что помимо описания этих трех регионов мы должны описать еще и базовый промпт. Давайте поднимемся в промпт и добавим сюда базовый промпт. Смотрите, я добавил сюда Raw Photo, iPhone и ночное время. Дальше ввожу опять контрольное слово Break. На этот раз слово Break отделяет базовый промпт от регионов. И давайте еще сразу познакомимся с опцией Base Ratio. Это как раз таки вес для базового промпта. Это означает, что 20 процентов у нас будет иметь вес базового промпта. Остальные 80 процентов это вес регионов. Если мы сейчас нажмем Generate, то эффект от базового промпта практически не заметен. Почти ничего не изменилось. Но если вес базового промпта мы поднимем до 60 процентов, то изменения уже будут. И теперь мы видим эффект нашего базового промпта. Но эффект регионов потерялся. И мы не видим желтых штанов, красные блузки. От регионов здесь остались только зеленые волосы. Отсюда Base Prompt здесь не особо эффективен. Но здесь есть и другая опция. Это Use Common Prompt. Опция Base Ratio для него не действует. Она действует только для Base Prompt. А сам Common Prompt работает по-другому. Он будет представлять наш основной промпт каждый регион. По сути дела он сделает вот такую вот запись. Но поскольку писать ее неудобно, сделали Common Prompt. Эта запись выглядит лаконичнее и пользоваться намного удобней. Включим Common Prompt и сгенерируем наше изображение. На этот раз мы видим и ночную сцену, и все параметры наших регионов учтены. Use Common Negative работает аналогично Use Common Prompt, только он предназначен для негативного промпта. По сути делал записи в таком же виде, мы можем записывать еще и в негативный промпт. Или можем вообще исключительно пользоваться этими записями только в негатив промпте. И соответственно тогда использовать только Use Negative Prompt. Давайте теперь познакомимся с более сложным разбиением на региона, вот в таком вот виде. Здесь используются другие контрольные слова вместо Break. Давайте рассмотрим на следующем примере. Blue Sky, допустим, пишем и добавляем контрольное слово Add Call. Это означает, что мы добавляем следующую колонку. То есть вот у нас Blue Sky и мы добавим колонку после нее. В этой колонке мы описываем зеленые волосы и говорим, что Add Call. Добавь еще одну колонку. И мы добавляем еще одну колонку. В этой колонке мы прописываем книжный шкаф и после этой ячейки мы уже говорим Add Row. Добавь строку. И prompt Terrarium on the Desk пишется уже с новой строки. После того, как мы написали этот промпт, мы говорим добавь еще колонку. И Orange Dress и Sofa уже добавляется в новой колонке, но в нижней строке. Давайте теперь перейдем в автоматик. Сюда я записал этот же промпт. То есть здесь у нас получится что-то типа таблицы. Три ячейки. Дальше переход на новую строку. И еще две ячейки. То есть в верхней строке три ячейки и в нижней строке две ячейки. Теперь перейдем в Regional Promptor. Base Prompt и Common Prompt сейчас использовать не будем, чтобы не запутаться. Активируем. Attention выбираем. Base Ratio здесь не имеет значения. И здесь важно выбрать метод разделения горизонтальный. В вертикальном это работать не будет. И теперь мы должны задать, на какие размеры мы будем делить наши регионы. Здесь ячейки разделены запятыми, а строки разделены точкой запятой. И поскольку в промпте мы описали две строки, и в первой строке по промпту у нас находятся три ячейки, а в нижней две, давайте еще раз посмотрим на промпт, первая ячейка верхней строки, вторая ячейка верхней строки, третья ячейка верхней строки, переход на новую строку, первая ячейка нижней строки и вторая ячейка нижней строки. Три ячейки сверху, две ячейки снизу. Первая цифра, которая указывается, это высота строки. Дальше идут цифры, указывающие ширину ячеек. И здесь через запятую указываем параметры второй строки. Первая идет, это высота второй строки. Она берется как отношение высоты первой строки к высоте второй строки. Раз у второй строки двоечка стоит, а у первой единичка, значит вторая в два раза больше, чем первая. Дальше мы указываем отношение ширины ячейки третьей и четвертой. Раз третья имеет единичку, а четвертая имеет двоечку, то четвертая больше в два раза, чем третья. Вот такая вот сложная система здесь получается. Давайте сгенерируем, посмотрим, что у нас получается. И давайте посмотрим на изображение. Голубое небо, есть. Дальше идут зеленые волосы, есть. Аквариум, есть. Переходим на следующую строку. Грязный стол, оранжевая юбка и софа. Реджинал промптер работает очень четко и дает очень хороший контроль над сценой. Давайте теперь еще усложним и добавим основной промпт. Включим, нажмем предпросмотр. Видим, здесь появился основной промпт. Соответственно, нам его еще нужно добавить в сам промпт. И давайте сюда добавим Pixar мультяшный стиль. И после него мы ставим слово Break. Вот такой промпт. Вот такие у нас параметры. Реджинал промптер, который мы вводили. И нажмем Generate. Как видим, у нас добавился стиль Pixar. И все параметры, которые у нас и до этого были. Небо, аквариум, зеленые волосы, оранжевая юбка. Все это сохранилось. И давайте теперь немножко облегчим себе жизнь и рассмотрим другую вкладку Mask. Mask работает намного проще, чем Matrix. Здесь не надо забивать себе голову всеми этими цифрами. Как что разбить, на какие размеры. Здесь мы все будем рисовать от руки. Для начала мы зададим размер изображения, допустим 768 на 768. И нажмем Create Mask Area. И нарисуем наш первый регион. Заметьте, цвет здесь менять не надо. Надо рисовать исключительно черным цветом. Цвета регионового промптера выставляет сам. Допустим, рисуем первый регион. И после того, как мы его нарисовали, нажмем кнопку Draw Region. Как видите, цвет региона сам выбрался. И ползунок Region у нас двинулся на циферку 2 сам. Тем самым предлагая нам нарисовать следующий регион. Давайте так и сделаем. Рисуем следующий регион. После того, как мы его нарисовали, нажмем снова Draw Region. И теперь у нас появился и второй регион. А ползунок Region передвинулся на третью позицию. Давайте нарисуем и третью позицию. Нажмем Draw Region и нарисуем, допустим, четвертую позицию. В итоге у нас получилось 4 региона. Если мы, допустим, захотим отредактировать первый регион, выбираем Region 1 и дорисовываем. Раз. И нажимаем снова Draw Region. Как видите, я не обрисовывал весь регион целиком. Я просто дорисовал одну полоску. И эта полоска добавилась к нашему старонарисованному региону. Нашим рисункам мы задали положение регионов и их размер. То, что мы указывали вот этими циферками. Теперь давайте вернемся к промпту. И удалим отсюда Pixar Style. Поскольку галочку Common Prompt мы не включали. При использовании Mask нам теперь не обязательно писать вот эти вот хитрые контрольные слова. Мы можем вместо них теперь писать просто слово Break. Но если мы эти контрольные слова оставим, они автоматически будут преобразованы в слово Break. Поэтому работать будет все и так, и так. Давайте нажмем Generate. И давайте разберемся, что мы видим. Мы видим голубое небо. Есть. Мы видим зеленые волосы. Мы видим аквариум. Но раньше аквариум у нас был сверху, справа. А теперь у нас снизу. Почему так происходит? Потому что здесь промпта читается по порядку. Это первый, это второй, это третий, это четвертый, это пятый. Если мы вернемся к нашей маске, мы вспомним, что первый был у нас вот этот регион. Второй был вот этот регион. Это был третий, а это был четвертый регион. А пятого региона здесь вообще не было. Отсюда оранжевые юбки и афы мы здесь не видим. Потому что она просто проигнорировалась. В маске ее не было. А аквариум по порядку находился в левом нижнем углу. Соответственно он здесь так и нарисовался. Здесь грязный стол в правом нижнем углу. Common Prompt здесь добавляется абсолютно так же, как и в предыдущем примере. Negative и Base Prompt все так же работает, как и в предыдущем примере. В маску мы еще можем загружать свое уже готовое изображение, которое должно быть примерно в такой стилистике и содержать разные цветные пятна. После того, как вы изображение сюда загрузите, оно просчитается Original Promptом и переведется в подобную схему. Еще здесь есть сохранение пресетов. Сюда вводим название пресета, нажимаем Save. Отсюда выбираем наш пресет и нажимаем Apply Presets, чтобы загрузить наш пресет. В общем, друзья, Original Promptor – прекрасное расширение, которое дает вам много контроля и позволяет гибко вам создавать сцену. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, заходите в наш Telegram и ВК. Там мы выкладываем тонну интересной информации. Рады каждому подписчику. А на этом всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока.